Добрый день еще раз, уважаемые коллеги, большое спасибо, что откликнулись на такую непростую тему, как кадровый вопрос. Еще со времен Советского Союза мы все помним фразу, что кадры решают все, и это подтверждается, наверное, любой дискуссией, которая проводится по информационной безопасности или по информационным технологиям, которые неизменно сводятся к одному, что у нас есть дефицит кадров, у нас есть прям огромный дефицит кадров, и у нас дефицит разных направлений и компетенций, и об этом мы, собственно, сегодня хотели бы немножечко поговорить. То есть первый из вопросов, который у нас стоит на повестке дня и с которого мы начнем, кто нужен рынку труда сейчас, кого нужно готовить, какими компетенциями должен обладать специалист по информационной безопасности, чтобы уверенно защищать инфраструктуру. На самом деле этот вопрос кажется сперва таким простым, но я думаю, что если немножко в него погрузиться, мы поймем, что это гораздо сложнее проблема, чем просто кажется. И для начала я хотел бы предоставить слово Дмитрию Правикову с небольшим таким вводным выступлением, как представителю ВУЗа, который, собственно, непосредственно эту подготовку кадров и осуществляет. Спасибо большое, Артем Михайлович. Первое, что хотел сказать, это мы разговариваем в этом месяце в рамках различного рода мероприятий уже третий раз. Первый раз мы разговаривали на инфофоруме и до чего-то договорились. Вторая попытка и достаточно успешная была на ТБ форуме. Ну и вот февраль еще не закончился, мы разговариваем третий раз. Ну и еще одно было событие, значит, один молодой человек, уже не молодой, ему уже за 50, скажем так, дал интервью, которое начало разгоняться в социальных сетях, где он тоже высказался на тему кадров, которая, честно говоря, меня раззадорила и повлияла на то, что я захотел все-таки по этому поводу от лица вузовского сообщества немножко высказаться. В своей речи, если, так скажем, и этого молодого человека вспомнить, не молодого, значит, и других критиков, звучат обычно следующие тезисы. Они вот кочуют из разных кулуаров разговоров от человека к человеку, что, значит, готовите недостаточно в количественном выражении, готовите без учета запросов рынка труда. Ребята, значит, мы изменились, а вы еще остаетесь, значит, в прошлом веке, готовите не по тем программам, готовите некачественно. Ну, знаете, честно говоря, вот уже накипело, поэтому большое спасибо, что дали возможность эту душевную боль выплеснуть перед вами. На самом деле я хотел бы сказать первое, что существует государственное регулирование вот этой отрасли, и если, значит, кто-то что-то чего-то там не знает, по крайней мере, мы имеем уже с декабря прошлого года поручение президента о совершенствовании подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности, и там даны вполне конкретные поручения и, скажем так, указания, которые уже реализуются. И если, значит, кто-то еще не знает, существует план второго этапа реализации концепции кадрового обеспечения в области информационной безопасности. Ну, то есть, по крайней мере, государство этим вопросом заботилось весьма и весьма серьезно. Давайте поговорим немножко про выпускников, количество. Во-первых, начнем с того, что вот я уже количественные показатели обсуждать не буду, значит, это не моя задача. Но, во-первых, хочу сказать, что контрольные цифры приема определяются в СТЭК России и, значит, соответственно, Миноборнауке. Поэтому вопрос, почему у нас так мало готовится кадров, значит, это вот туда. Но единственное, что можно сказать по этому поводу, СТЭК дает обобщенные контрольные цифры приема, которые дают вот эту самую среднюю температуру по больнице. К сожалению, вот эти обобщенные цифры, они не учитывают кадрового распределения по стране с учетом распределения тех объектов критической информационной инфраструктуры, которые являются основными потребителями кадров. Распределение производителей средств защиты информации, распределение интеграторов. И вот сейчас уже новое направление, о котором говорим, центры мониторинга. Если говорить еще об одном критерии, значит, о насколько вот эти специальности востребованы и актуальны, я привожу вот критерии вне бюджета. У нас на факультете, это факультет комплексной безопасности ТЭК, обучаются не только специалисты по информационной безопасности, там есть и экономисты с соответствующим профилем безопасности и юристы. Так вот, набрать группу юристов внебюджетную, когда люди платят свои деньги, мы можем запросто. А вот набрать группу именно технических специалистов, ну вот как-то не получается. Следовательно, это говорит о том, что, ну, если за ними не стоят предприятия, которые готовы оплатить целевой набор, может быть, и не такая она, и острая эта проблема. Дальше, значит, спрашивается про компетенции. Вот у нас не учитываются какие-то особенности развития рынка труда, не учитываются те новые профессии, которые появляются. Проект образовательного стандарта 4.0 версии, значит, в себе имеет 5 специальностей и более 50 специализаций, по которым осуществляется подготовка. При этом в этом образовательном стандарте существует задел на будущее. По каждой специальности рассматривается, ну, как минимум, одна или две специализации, которые сейчас не готовятся, но которые должны будут готовиться потом. Кто мешает уже сейчас заложить вот это в образовательный стандарт? При этом, как правило, вот смотрю, значит, дорабатывает образовательный стандарт одни люди, критикуют другие, но критики в этой работе не участвуют. Что касается, значит, программ. Тоже иногда говорят, значит, учите не по тем программам. Пожалуйста, есть нормальный, хороший механизм, предусмотренный федеральным законодательством. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность, профессиональная общественная аккредитация образовательных программ. Тоже есть рабочий механизм, но вот именно в информационной безопасности тут есть отдельные нюансы. Вот если сейчас посмотреть полный перечень организаций, а он, это, так сказать, достаточно большой объемный документ по тысячу страниц, описывающий все организации, которые существуют в Российской Федерации, которые взяли на себя вот эту важную миссию. Выясняется, что, ну, скажем так, средняя температура по больнице, опять-таки, основная экспертиза сосредоточена в региональных торгово-промышленных палатах. Я, конечно, понимаю, что тот же Университет нефти и газа может получить вот эту профессионально-общественную аккредитацию своих программ по информационной безопасности у, прошу прощения, просто за пример, торгово-промышленная палата Владимирской области, насколько это заключение будет значимым. А другие, почему-то никто не решается что-то сказать нам по этим образовательным программам. По поводу некачественной подготовки тоже. Во-первых, существуют два механизма. Это независимая оценка качества образования, которое даже, вот если брать пример на РГУ нефтегаза имени Губкина, проходил по информационной безопасности. Ребята без, что называется, такой подготовки прошли тесты. И в целом я могу сказать, что эти тесты, подготовленные независимыми экспертами, организованная проверка через Минобранауки, прошла в целом очень и очень неплохо. И вторая форма проверки качества подготовки, это эксперимент, который сейчас существует, когда государственная итоговая аттестация совмещается с независимой оценкой квалификации. То есть проверяется, насколько эти молодые люди готовы уже к своей профессиональной деятельности. И мы также участвуем в этом эксперименте. Поэтому в целом, значит, вот вся эта критика, она выглядит, исходя из того, что я сказал, достаточно беспочвенной. Вместе с тем, значит, я прекрасно понимаю, есть проблемы, нет проблем, проблемы есть. Давайте, может быть, сосредоточимся на тех проблемах, которые я готов, ну вот тоже, как представитель вузовского сообщества обозначить. Смотрите, значит, на инфофоруме, я недаром его упоминал, договорились о том, что вот информационной безопасности вообще сейчас уже не существует. Информационная безопасность начинает приобретать четко выраженную отраслевую специфику. И вот обратите внимание, была предыдущая сессия, значит, где мы говорили про безопасность ОСУТП, и развернулась достаточно активная живая дискуссия, она только подтверждает, нет информационной безопасности вообще, есть информационная безопасность электроэнергетики, топливоэнергетического комплекса и так далее, и так далее, и так далее. Значит, мы, я имею в виду, вот РГУ нефти и газа, значит, понимает свою отраслевую специфику. Товарищ Волошин сидит, значит, он тоже понимает свою отраслевую специфику. А вот другие вузы, если возвращаться к тому, что 130 кафедр готовятся в целом по стране, значит, на кого они ориентированы, чему они будут учить информационной безопасности вообще, не понимаю. Существует проблема в том, что каждый вуз – это отдельная организация, которая сама для себя определяет направление подготовки. Вот я думаю, надо учить вот этому. Может быть, все-таки нам в рамках всей страны как-то скоординироваться, и кто-то должен из регуляторов сказать, ребят, давайте вот вы лучше идите в эту сторону, а в другую сторону, чтобы в большей степени соответствовать профилю именно территориальному рынку труда. Другая проблема реальная, которая также сейчас существует. Вот обратите внимание, существует проект профстандарта, в котором прописаны требования к материально-техническому обеспечению, где сказано, что должна быть лаборатория физики, сети передачи данных, и только вот сейчас появилось мониторинга защищенности автоматизированных систем. Это вот то, что вошло в стандарт. А вот справа, ну уж, извините, более крупно не получилось. Виды средств защиты информации, которые на текущий момент существуют на рынке. Это вот как раз от компании Positive Technologies. Они подготовили вот такой перечень видов средств защиты информации. Видите, какая разница? И проблема заключается в том, что если вузы пропишут сейчас, вот просто переложат справа налево, у них после принятия стандарта возникнет проблема. Откуда это все взять и как это все обеспечить? И поэтому вот начинается вот поиск вот этого баланса. С одной стороны, что мы должны все-таки быть в профессии, а с другой стороны, значит, уложиться в тот бюджет или в те возможности, которые предоставляются для вузов. Ну, теперь все-таки пару слов хотел сказать. Что видится? Просто вот исходя, значит, я про всю сторону сказать не могу, а про топливно-энергетический комплекс, общаясь с основными заказчиками наших выпускников, могу утверждать следующее, что есть разделение в части востребованных именно ролевых функций с точки зрения информационной безопасности между дочерними зависимыми обществами и внутренним интегратором ПИБ. Ну, в принципе, в общем, по тем же лекалам строятся другие крупные организации. Значит, вот Ростех здесь я вижу, значит, в эту же сторону идет. И вот что представлено на слайде, значит, ну, это вот именно статистика тех ролей или профессий, которые востребованы именно сейчас. Ну, и краткие выводы, которые, значит, я позволю себе сделать. В целом, значит, все есть, все работает, и работает, в принципе, неплохо. Но, значит, вот, как мы уже говорили на инфофоруме, значит, существующие вот эти механизмы, которые у нас и прописаны, и обозначены, они немножко, если так позволите выразиться, ну, не заржавели, но требуется, вот, как говорят, на флоте проворачивание вот этих механизмов организовать. И в целом я действительно вижу, что эффективность этих механизмов еще не исчерпана, но если все свалить на исключительно высшую школу, без помощи, значит, и регуляторов, и бизнеса, высшая школа будет справляться с этими проблемами очень и очень долго. Спасибо. Спасибо большое. Ну, вот перед тем, как продолжить нашу дискуссию на эту тему, то есть, собственно, очень хорошая презентация, она задает некоторую такую вот, некоторую тональность. Я хотел бы обратить внимание на то, что там на слайде было 130 кафедр. Вот эти 130 кафедр в год выпускают больше 2000 студентов в год. То есть в год индустрия получает около 2000 студентов. У нас здесь там ни один и ни два завкафедра находятся. Вы можете просто сказать, конверсия по тому, сколько выпускников идет непосредственно в профессию. Она в среднем составляет от 80 до 95%. То есть от 2000 с лишним большая часть идет в отрасль. Вопрос. Кого же мы все-таки ищем? То есть, может быть, мы вопрос ставим все-таки не столько про количество, сколько про качество образования. И вот тогда становится, наверное, более понятно, почему индустрия целиком предъявляет высшей школе такие претензии. Может быть, она как-то ожидает чего-то нового, чего-то каких-то волшебных специалистов, которые сразу раз пришли и сразу все сделали. Вот давайте я сейчас эти вопросы позадаю представителям непосредственно работодателей, которые, я думаю, сталкиваются с кадровыми проблемами. И, наверное, начнем с Льва Шумского, как человека, находящегося в таком очень интересном положении. С одной стороны, банк, с другой стороны, Яндекс, как представитель большой IT-компании. Пожалуйста. Тяжелый вопрос, Артем Михайлович. А мы легких никогда на Уральском форуме не задаем? На самом деле кадровый голод касается и Бигтеха, и банка. На своем примере могу сказать, что мы на протяжении, наверное, года искали сетевого инженера, который понимает и знает, как работают криптомашотизаторы. Было отсмотрено более 200 кандидатов, начиная там от джунов, медлов и тому подобное. И, к сожалению, зачастую ответы кандидатов были такого рода. Ну, я включал железку, дальше нам что-то делали из материнской компании, но взлетало. Как решать проблему, никто ничего не знает. Еще один такой примечательный факт. Как-то пришел кандидат, вчерашний студент. Мало того, что он опоздал на встречу, он пришел с небольшим перегаром и положил мне на стол диплом и вкладыш в диплому. Закончил какой-то вуз, уже не помню, московский. То ли мои, то ли еще что-то. Но не Губкина. Значит, смотрю вкладыш, там сплошные тройбаны, вплоть до специализированных предметов. Я говорю, уважаемый друг, а зачем ты его принес? И что ты хочешь вообще добиться? Но он, не что же сумнящийся, сказал, ну, у меня все однокурсники работают в банках и хорошо получают. Я тоже хочу. Зато честно. Зато честно, но, к сожалению, мне жалко было потрачено их своих 20 минут, но я его отправил в Освояси. И таких кандидатов достаточно много. Плюс по студентам отмечается следующая практика, что то базовое образование, которое им дают, к сожалению, ребята приходят и не могут даже логически размышлять. Задаешь им задачку, которая, ну, ты не на экзамене, просто поразмышляй, как логически ее можно решить, декомпозировать, разбить и предложить свое решение. Даже базовые технологические вещи. Ответа нет. И буквально там хочется руки развести. А что же делать? Но поскольку Яндекс большая компания и потребность в кадрах тоже существует, уже второй раз проводится так называемая школа ИБ в Яндексе. В этом году я даже принял участие и читал лекцию по использованию госкриптографии в банках. Мне понравилось, что глаза у ребят прям горели. Вместо 45 минут лекция длилась 2,5 часа. Были активные вопросы. Но, к сожалению, никто из ребят там не воспылал желанием заняться криптографией именно в банках. Тема была интересная, но как-то то и все. Из примечательного на шкип было порядка 400 студентов на входе. Обучение длилось порядка полугода или 8 месяцев. На выходе получилось около 60 выпускников. И дошли до финала, кто получил возможность стажировки в Яндексе или рабочие места, буквально 15-20 человек из 400. Это вот такая воронка продаж-непродаж, найма. Понятно. Но наверняка вот те 400, которые вошли в обучение, они все-таки имели какую-то базу. И, очевидно, эта база была все-таки высшей школы. Там были студенты последнего курса, 4-5. Те, кто дошел до финала, примечательно, все практикующие студенты, которые работают, уже имеют какой-то практический опыт, либо в интеграторах, ну, как правило, в интеграторах. Понятно. Ну, то есть база все-таки была, на нее наложилось, очевидно, две вещи. Интерес к самой теме и какие-то личностные особенности. То есть вопрос в конечном итоге начинает сводиться к двум. Квалификация, которой человек учится, и как ее проверить. И второе, каким образом мотивировать того самого студента, чтобы он эту квалификацию наращивал. Правильно понимаете? Да. И еще из наблюдений, к большому сожалению, вчерашние студенты, приходя на САБЕС, и у них очень завышенные материальные ожидания. То есть я хочу получать там 150-200 тысяч. Прости, господи, а что ты умеешь-то, чтобы зарабатывать такие деньги? Вопрос. Ну, я закончил ВУЗ. Понятно. Но надо сказать, что в этом, честно говоря, винить студентов не надо. Мы все сами были студенты, и все тоже хотели получать много. А винить-то, скорее всего, надо нас с вами, когда мы перегреваем рынок теми зарплатами, которые есть. Понятно, что мы стремимся за другими специальностями, в том числе айтишными. И это скорее беда, чем наша проблема. Но, тем не менее, корень-то проблемы лежит не в них, а в том, что рынок перегрет. Спасибо большое. Я следующий тот же самый вопрос, ту же самую проблематику сейчас передам Алексею Жукову, что скажете. Да, спасибо. Ну, я как со стороны практики, руководитель СОК-центр, скажу, что вот была презентация 34.01, специальность по мониторингу. Да, вот такие специалисты нам нужны. Я тут хочу сказать, что вот мы пошли по какому пути. Мы набираем специалистов с базовым образованием, и тут я вот с Дмитрием Игоревичем не соглашусь, учить базовому ОБ. А почему нет? Ну, когда выпускник пятого курса специальности КБ не знает, что такое LSAS в Windows, не знает строение операционной системы, это странно. Вот. И мы берем таких людей с базовым алгоритмическим образованием, с базовыми знаниями операционной системы, на первую линию, например, да, и сами их доращиваем. Потому что, да, на L2, L3, там уже вот начинается, как я согласен со Львом, ну, там уже неадекватные требования по зарплате. И при этом тоже, как бы, вопрос в алгоритмике по декомпозиции задачи, а как ты будешь расследовать инцидент, он остается без ответа. Что очень странно. Вот поэтому базовая потребность — это крепкий алгоритмист. Я, причем, вот еще такой приглашенный преподаватель высшей школы экономики, веду защиту программ от данных, защиту операционных систем. Я вижу проблему, когда много преподавателей, скажем так, с карой школы, они готовят чисто математики, вот это КБ, это же математичка квалификация, я сам такой. И вот они готовят математику, 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 и до пятого курса много студентов перегорает. И эта проблема, вот, наверное, все-таки уже не в ГОСа, а того, что профильные предметы, они как-то, ну, то ли преподаются с какой-то сухостью, может быть, где там стендов, может быть, не хватает, да, но это уже там лабораторных, еще каких-то. Но это вот уже вопрос к научному сообществу. При этом я хочу сказать, вот, тоже как преподаватель, у нас была дискуссия на защите дипломных проектов, прям встает один из преподавателей, задает вопрос моему дипломнику, говорит, а вот, скажите, там мониторинг инцидентов, работа с ERP, с плейбуками, скажите, как ваш диплом вообще связан с вашей специальностью? Специальность компьютерная безопасность, квалификация математика. Вот, он, студент в недоумении, естественно, там стресс, как бы, вот вопрос я ему сам уже задал, говорю, слушайте, а вы потребности рынка-то изучали? То есть иногда не все, точнее, не все высшие, да, образовательные учреждения, они идут на контакт. Вот вы, вот, например, идете, да, вот там выясняете активно, мы с вами и работали вместе, много во всем соглашались. Но большинство из вот этих вот 130 кафедр, они не идут на контакт. И, ну, я вот, кстати, выписывал тезисы из презентации. Например, сейчас, минуточку, вот участие критиков, да, вот я, например, сейчас как будто критик со стороны, что там много кафедр не дают базовых знаний операционной системы, например, по компьютерной безопасности. Но меня никуда не приглашают. Я в высшую школу экономики сам пошел, просто студентов себе набирать. Ну, не знаю. Поэтому вот так. Вот такие потребности. Можем в ларах поподробнее поговорить. Понятно. Вот затронули очень два интересных момента. Первый момент, что есть ли, то есть кто учится, и так понятно, а есть ли те, кто учит, вот с теми знаниями, которые требуются рынку. Да, вот совершенно верно. Спасибо, что допомнили. Вчера Михайловича, действительно, есть преподаватели, которые, ну, уже немножко оторвались от практики. И, ну, как бы, немножко, может быть, извините, кого я себе вдруг там задену, загостенели, да, и то есть рынок идет вперед намного активнее, а они вот там по старым ГОСам, и они сами не хотят их менять. Некоторые, некоторые, не все, да, к сожалению, не все такие, как Дмитрий Игоревич. Поэтому совершенно верное замечание. Классная дискуссия намечается. На мой взгляд, тут проблема немножко шире, поскольку, ну, я сужу со своей колокольни, мне кажется, в вузах преподавателей недостаточно материальная мотивация, чтобы приходили в том числе и молодые специалисты преподавали. Меня сами ребята звали в Бауманку, но, извините, тратить там 100-500 часов личного времени на подготовку, на лекции, получать там 12 тысяч рублей, ну, мне даже по фану это не фан. Не по фану. А вот это вот зря, потому что это очень хороший способ, на самом деле, хантить себе кадры. Когда ты со студентом работаешь, ты понимаешь, что он из себя представляет. Он обучаем, не обучаем, мотивирован, не мотивирован, будет развиваться, не будет развиваться. В конечном итоге ты можешь себе подбирать команду, причем на постоянной основе. Вот такую ротацию. Но я к предыдущему оратору, ко второй теме, которая, собственно, была поднята. Эта тема отчасти пересекается с тем, что говорит Лев. Это что не зовут. Не зовут, а взял и пришел сам. Наверное, здесь обсуждать будет это сложновато, потому что обсуждение вот этих вгосов организует все-таки ФУМО. И у нас нет никого из представителей этого ФУМО. Но, наверное, это и камень в огород некоторых волос, что мы не привлекаем в большом количестве преподавателей на совместительство. Хотя такая возможность есть. Скажу, что, например, в кафедре защиты информации в Баумском, там где-то порядка 60% преподавательского состава, это как раз совместительство, что решает ту самую проблему отдаленности от реальной жизни. Но я все-таки хотел бы вернуться к пониманию вопроса на стороне потенциального работодателя. И следующее слово Константину, пожалуйста. Прозвучало недавно, что работодатели сами виноваты, что разгоняют зарплаты, принимают вчерашних студентов на 150 тысяч. Я этого, наверное, поспорил. Мы в нашей практике в первую очередь при найме вчерашних студентов ориентируемся на понимание имя комплексного подхода к информационной безопасности. Это то качество, которое мы начали учить на самых первых кафедрах информационной безопасности, которые создавались в нашей стране. Если мы у человека видим готовность учиться, готовность разбираться в задаче, мы на многое готовы. Если же это, скажем так, гонор, пример, который Лев привел, мы, конечно, вынуждены отказывать. Нам гораздо важнее существующий персонал мотивировать, поддерживать существующих сотрудников, помогать им расти, развиваться, материально их обеспечивать. Соответственно, мы берем тех, кто обучаем. Может быть, не хватает чуть-чуть практики после вуза. Мы посчитаем, что это нормально. Мы доучим сами. Мы обучаем молодых сотрудников в подразделениях. Они растут. Мы обеспечиваем возможность карьерного роста, зарплатного роста внутри компании. Да, бывают редкие случаи, что кому-то хочется чуть больше, чем в моменте можно получить. У нас даже было случай, что кто-то уходил, а потом были случаи, что просились обратно. И были такие success stories, что даже возвращались. И глядя на этот подход, мы пришли к тому, что надо более экстенсивно подходить к вопросу в текущей обстановке. И вот в 23-м году запустили программу стажировки для студентов старших курсов, для вчерашних выпускников. Тоже у нас была воронка подбора. Тысячи человек откликнулись. Более тысячи прислали резюме. Сотни записали видеообращения. Десятки интервью были проведены. К нам вышло полтора десятка в итоге стажеров на срочный трудовой договор, ПТК со всеми условиями. И на сегодняшний день уже несколько человек переведены на постоянную работу в штат. На мой взгляд, это подтверждает то, что этот подход жизнеспособен, что мы можем опираться на текущую систему высшего образования, что она поставляет нам достаточно подходящих студентов, но требуется где-то доводка под конкретную специальность. На слайде была табличка, много-много строк, средств защиты информации. При текущих узких направлениях, специализациях, особенно в крупных компаниях, не всегда нужно быть специалистом абсолютно во всем. И сложно. Поэтому, возможно, нужно делить на какие-то части, делать более узкие специализации, и мы этим путем идем. И мы в рамках наших программ стажировки фактически формируем требования к хардскиллам, к софтскиллам, к наличию опыта или просто к умениям и по этим направлениям. И в принципе, я думаю, что не только мы, а многие другие делают то же самое. Если бы был кто-то, кто был бы готов сагрегировать, объединить пожелания, может быть, где-то специфические работодатели в том или ином направлении, чтобы где-то, может быть, обновить, актуализировать в ГОСы, это была бы хорошая история, мы готовы делиться. Второй момент еще хотел добавить. У нас есть еще у банка дочернее общество. Это отдельная специфика, и там тоже ощущается нехватка кадров, но там чуть другие требования. Это та история, когда нужно уметь многое. Хотя бы, может быть, немного, но очень многое. И здесь мы, как главная организация, стараемся взять на себя центр компетенций и какие-то типовые для ряда компаний направления на себя забрать, помочь. При этом всегда прозвучала специфика, которая связана с конкретной отраслью, с обеспечением информационной безопасности в конкретной отрасли. Но здесь очень сложно с оценкой. И снова возникает вопрос, а как правильно оценить, что этот специалист действительно хорошо разбирается в информационной безопасности в ТЭК, или на транспорте, или что-то еще. Вот мы видим, что немножко не хватает, может быть, какой-то сертификации или системы оценки в этом направлении. Спасибо. Спасибо большое. Вот цепляюсь за последний тезис, который прозвучал по поводу оценки, системы оценки, в том числе знаний отраслевых. А вы как вот, как вот вы себе это видите? В целом мы считаем, что информационная безопасность должна строиться в стране, начиная с федерального уровня, каскадироваться на уровень министерств и направлений, и далее решаться на уровне корпораций. У нас есть отличнейшие примеры взаимодействия банковской отрасли с Центральным банком Российской Федерации. Есть профильные стандарты в разработке и в апробации которых участвовали многие банки. Вспомним тот же Стобор, и наш банк был одним из первых, кто принял его обязательным к исполнению и проверял на себе, давал обратную связь. Мне кажется, этот опыт можно было бы перенести и в другие сферы, рекомендовать рассмотреть другим министерствам и вместе с локомотивами в тех или иных направлениях формировать профильные стандарты, профильные критерии оценки. Хорошо, понятно. Ну, вот все сказали, что базовые студенты-то готовы, ну, у всех разные, понимаешь, устремления к разной подготовке, и выбираем. Воронка оказалась вообще потрясающей, 400, там, к 15, это по большому счету неплохо. Вот бывает и гораздо, гораздо хуже. Я сейчас хотел бы поинтересоваться у Ивана. В части центров госсопки, а мы же собираемся, точнее не мы, там государство собирается таких центров строить много, много. Вот с точки зрения кадрового обеспечения, какое видение, что вы себе думаете по поводу кадров, их квалификации и требований или отсутствия требований к их тестированию? Артем Михайлович, спасибо за вопрос, но на самом деле я хочу начать не с ответа на него. Тут просто я послушал, значит, представители Яндекса, представители банка, какие у них проблемы с кадрами, вновь поступающими, какая воронка такая. Ну, кстати, 3-5% это еще действительно ничего. А хочу рассказать про нас. Вот конкретно про нас. Даже не про какие-то наши там центры госсопки, а про НКЦКИ. Значит, ну, все, наверное, представляют, да, вывеской чего является НКЦКИ. Вот. Соответственно, раздатчик в Макдональдсе получает больше нашего, вновь прибывшего, так сказать, радостно выполнять задачу обеспечения безопасности Родины сотрудника. Вот. Значит, кроме того, у нас существует уже в последнее время целый свод. То есть раньше, если это надо было держать в уме, то сейчас уже кадровые органы наши подготовили целый свод ограничений и запретов, которые у тебя есть. Да, он, это достаточно толстая книжка, где мелким шрифтом просто перечисляется, что ты не можешь делать. Вот. И при таком раскладе, то есть, когда ко мне приходит, значит, парень в спортивном костюме с барсеткой и в лакированных туфлях, то я вынужден все-таки с ним побеседовать до конца, а не по факту его, значит, куда-то направить, куда мне очень хочется его направить сразу. Вот. Ну, конечно, как правило, действительно уровень компетентности внешний вид полностью отражает, вот. Но, к сожалению, просто чтобы вы понимали, на госслужбе, так сказать, и на ее, так сказать, разновидности на военной службе, вот какие у нас проблемы. Я думаю, что у меня воронка в пределах одного процента от тех, кто ко мне приходит, а ко мне еще не все хотят идти, собственно, по понятным причинам. вот. Ну, проблему, посмотрите, у вас проблема на самом деле решается долгосрочной мотивацией. Если в коммерцию идут люди, которые мотивированы на быстрое, быстрое получение, то к вам на долгосрочную, и мы все с вами прекрасно это понимаем. Хотелось бы поподробнее, что я упустил в своей жизни, потому что я... Военная ипотека, походу. Военная ипотека, потом, собственно, пенсии и много чего еще, которое, в принципе, недоступно, ну, это как бы серьезно, это недоступно тем людям, которые приходят в коммерцию. В Москве военная ипотека, давайте скажем так, нереализуема, да, то есть на нее можно взять какой-то шлан, наверное, да, в лучшем случае, и спать там стоя, вот, как бы. Ну, ладно, неважно. Это я так просто, что это я не жалуюсь, на самом деле, я для понимания ситуации, что, может быть, представители корпорации, они вот в своем мире живут, у них действительно есть объективные проблемы, но вот просто, чтобы понимание, да, что мы вот с ними в одной стране еще есть товарищи, там, регуляторы, которых очень часто ругают, да, просто чтобы понимание было, как в какой реальности живем мы. Ладно, это вот я отступаю. Значит, что касается центра ГУСОПК. Центра ГУСОПК у нас в данный момент, да, они сильно разные, очень сильно разные, значит, об этом я уже сегодня говорил, значит, это есть и крупные интеграторы, и вендоры, это есть и небольшие команды, но единомышленников, да, которые действительно на каких-то самописных решениях и плюс-минус там каком-то еще минимуме, но в основном на энтузиазме решают задачи, вполне успешно решают, кстати, то есть как бы вот мы их смело можем, ну, для решения определенных задач рекомендовать. Значит, что касается кадров, то здесь, мне кажется, мы над этим не сильно думали, мне кажется, это вот, как это, закон джунглей должен решать, да, то есть вот мы сейчас будем аккредитовываться, аккредитация будет плюс-минус для всех одинаковая, ну, не то, что плюс-минус, она должна быть для всех одинаковая, аккредитационные требования, ну, кто выплывет, соответственно, в этом, да, то есть либо кто захочет, либо действительно какие-то организации будут видеть, что у них недостаточно компетенции, компетентности, да, и будут каким-то образом, ну, инициативно подгоняться сами. Вот в рамках этой аккредитации вы будете требовать какую-то оценку компетенции тех специалистов, которые там работают? Безусловно, безусловно. В каком виде? Смотрите, ну, это я сейчас немножечко забегаю вперед, да, потому что, как бы, то, что мы хотим и то, что будет, это еще, может быть, для больших разговечий. Мы скажем так, как вы это видите? Да, 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 конечно, это, безусловно, это стандартная документарная проверка, которая там сейчас есть в некотором виде, которые все там привычны, это проверка знаний, это тестирование и это проверка умений в идеале на полигоне, ну, на полигонах. То есть мы все-таки говорим о том, что есть и этап практической оценки знаний. Ну, безусловно, просто, опять же, ну, надо понимать, собственно, ограничения, да, то есть мы все-таки это, наверное, в какую-то этапность завернем, потому что вот прямо завтра, ну, значит, у нас, напоминаю, да, есть достаточно четкие сроки, да, когда мы должны, собственно, начать аккредитацию и ее уже осуществить, как минимум, аккредитовать, ну, или, по крайней мере, запустить этот процесс в отношении тех центров, которые сейчас у нас, с которыми есть соглашения. Вот, ну, в первую очередь, наверное, с ними. И в эти сроки, наверное, вот прямо вся трехфакторная, да, вот наша аккредитация, мне кажется, она просто физически не влезет. Вот, так что мы будем все-таки, наверное, поэтапно это все делать. Более того, вот мы с Дмитрием Игоревичем обсуждали, что на самом деле вот эта идея, там, независимые оценки, мне, правда, слово независимое здесь категорически не нравится, да, я воспитан, потому что в той парадигме, что, когда я слышу слово независимое, то это точно значит, что она от кого-то зависимая, а зависимая, но не от меня. Поэтому вот это, да, пусть она будет там зависимой от регуляторов, там, например, да, оценка. Оценка подтверждения, о которой уже здесь сегодня говорилось, пока что этот трек, он такой достаточно сырой, но он для нас видится перспективным. Понятно. Понятно. Спасибо большое. Вот не зря сегодня у нас в дискуссии участвует Николай Комлев. Он, как, понимаешь, руководителей АПКИТа много что знает о центрах компетенции по квалификациям. Я сейчас вот могу ошибаться, как это правильно называется, но, по сути, те специальности, о которых мы с вами говорим, с точки зрения информационной безопасности, относятся как раз к компетенции АПКИТа. И вот мы с вами сейчас поговорили о том, что базовое образование есть, его вполне нормально. Нужно набирать дополнительные знания студенту, и по сути, каждый высказался, что неплохо было бы иметь какую-то там зависимую, независимую, неважно, но некоторую оценку, чтобы было проще формировать даже не воронку, а на входе сразу отсеивать то, что не нужно. Вот что скажете на эту тему? Можно презентацию? Вот, даже презентация заготовлена. Ну, да, я так. Немножко какие-то вещи, которые трудно на слух воспринимать. Значит, в рамках государства есть по всем отраслям профессиональные стандарты. И профессиональный стандарт в области информационных технологий, в области инфобезопасности, они у нас на балансе. Совет по профквалификации в области информационных технологий. И у нас, то есть, мы действительно считаем, что каждый должен быть глубоким специалистом в своем вопросе. И у нас вот этой темой, вот это профессиональные стандарты, это айтишные, там программист, технический писатель, системно-аналитик и так далее. Вот смотрите, когда они были разработаны, когда-то актуализированы. Это айтишные. Ну, там появляются новые, там уровни и так далее. А вот это в сфере информационной безопасности. Здесь год актуализации. И для вот этих профессиональных стандартов в области информационной безопасности у нас там создана отдельная комиссия, возглавляет Белов Евгений Борисович. И туда входят представители всех ведомств, не только о которых мы привыкли говорить, там ФСБ, ФСТЭК, но и Минобороны, и МЧС, и так далее. То есть все, кого это может касаться. Их не так много. И все время идет дискуссия. Их должно быть больше. И периодически мы видим, что возникают потребности, ну, там растет волна кибермошенничества. Все, нужен такой специалист. И вроде и востребованность на рынке есть. Но тут вопрос, кто возьмется за разработку профессионального стандарта. Это не такой простой вопрос. Комиссия у нас очень консервативная по информационной безопасности. И там есть опасения всегда, что как только здесь дать слабину, то появится, ну, то есть упадет качество. И в принципе на рынке возникает потребность в новых профессиях. Если у кого-то есть желание, приходите. Будем обсуждать со всеми участниками. И вот любая инициатива приветствуется. И вот этой комиссии надо помогать. Вот некоторые изменения. У нас даже там по государственным регламентам, там надо сначала заявиться в Минтруд о том, что будет новая профессия. Долго-долго там разрабатываем. Они даже деньги на что-то дают. Но потом у нас не всегда получается. Сейчас изменили. Сначала разрабатываем проект стандарта, обсуждаем, потом заявляем о его разработке в Минтруде. Вот, по-моему, не так давно в Губкино обсуждали профстандарт специалист по защите персональных данных. Но в Минтруд мы еще не подали. Пока доделаем, пока еще что-то. В общем, помогайте, кто чем может. Это надо ускорять. Потому что мы, мне кажется, опять сугубо мое мнение, немножко отстаем от жизни. Да, здесь не должно быть суеты. И, ну, как говорит Евгений Борисович всегда, ну, посмотрите, у нас там вот после начала СФО ничто не рухнуло, не упало. Значит, в целом качество ИБ специалистов на достойном уровне. С этим трудно спорить. Но, тем не менее, вот какое-то ускорение здесь хорошо бы придать. И вот профессии меняются. Вот я здесь ниже привел примеры изменения значимости IT-профессии. То есть профессии живут, умирают, рождаются новые. И, например, мы уже все приготовились похоронить системных администраторов как профессию. Ну, 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 чего, да, там. Все развивается, там, пришел, соединил, там, железки и так далее. Все остальное, там, искусственный интеллект и так далее сделает. И тут была пандемия и резкий спрос на значимость системных администраторов. Становится востребована тогда же, вот, в пандемию по специалистам по электронному обучению детей и взрослых на фоне вот дополнительных онлайн-образований. По ИБ, здесь тоже существенно вырос спрос после начала СВО. Мы и раньше это прогнозировали, а это, значит, выросло. И там по интернету вещей. Ну, и вот общий мировой тренд это спрос на цифровую приватность и продукты, которые обеспечат и так далее. Изменения есть, и они есть и на государственном уровне. Да, мы ждем, ну, вот этих глобальных перемен. После начала СВО, когда мы, страна, перестала, ну, идти на компромиссы и решили все, там, болонская система, все, мы отходим и оставляем лучшие оттуда и вспоминаем лучшее, что у нас было. И там вот идет изменение групп специальностей, да, вот там по информационной безопасности была десятка, будет 14-е, с 25-го года не меняется. А, например, в информатику и вычислительную технику нам добавили искусственный интеллект. К нам, как только вот хайп пошел, Герман Оскарыч, главный этот хайпер, значит, по искусственному интеллекту, к нам государство регулярно приходит и говорит, где у вас стандарт профессии? Мы говорим, а что, профессия есть, она устоялась, как делать стандарт того, чего еще не устоялось? А вы ему сразу ответ, а где стандарт, где проект стандарта? Вот без проекта стандарта не приходи. Да, не приходи, разработали. Да, мы тоже, да, мы даже подначили это, говорили, а это стандарт профессии человеческой или искусственного интеллекта? Но, тем не менее, вот нам его все-таки вроде с 25-го года он будет в айтишной, ну, понятно. Дальше, ну вот по электронике очень сильно меняется. Вот там, где я сопредседатель, мы вместе с Борисом и Уралеем, да, сопредседатель, совет вопросов квалификации в области информационных технологий, ну и там инфобезопасности. А есть смежники, мы хотели сначала взять себе, потом все-таки оставили отдельные, СПК-связи, там, телеком весь. Я туда просто как-то рядовым членом вхожу, и вот у них там гигантское количество отдельных профессий, специализаций, все запихнули в одну, вот будущем, 25-ю группу электроников, фотоников, приборостроения и связь. Им там с этим разбираться и разбираться, но в чем там молодцы, и, наверное, Ростелеком, один из таких лидеров, им спасибо. Там вот по квантовым коммуникациям специалист, причем такого с нижнего, среднего уровня, они там готовят, они вкладывают много своих сил, чтобы появлялись такие профессии и так далее. И, ну, там сейчас пилотный проект, и сейчас не об этом речь, это я просто что изменяется. И это я не сюда, или так, 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 а вот. В конце две инициативы. Хочу просто сказать, вот в условиях, когда вот эта государственная система может быть не очень гибкая, и это, ну, это факт, не успевают так быстро вот эти стандарты, сначала профессиональные, потом в ГОСы, успевать за изменением технологий. Всегда, если что-то тормозит, рядом прорастают ростки чего-то нового, альтернативного. И мы уже не первый год говорим, что надо бы какую-то более сертификацию, более приближенную к жизни, упрощенную, облегченную, и в этом должна принять часть сама индустрия. Индустрия об этом много говорит, но тоже иногда ведет себя как государство в смысле нерасторопности. И вот две последние инициативы, они, по сути, это очень похожи. Одна инициатива, вот я, по-моему, это просто не предпоследнюю взял. Одна инициатива, это инициатива, собственно, сообщества, те центры ДПО, которые существуют, собрались в Сколково и, прошлой весной, по-моему, и сказали, давайте мы все, во-первых, гармонизируем свои методики, методики как обучения, так и проверки каких-то, ну, уровней квалификации, которые мы присваиваем. Потому что, чтобы работодатель мог знать, пришел человек к нему там по Пайтону, Джаве с корочками от Софтлайна или с корочками от Ланита, он примерно знал, как сопоставлять. И так далее. То есть, вот пошли с этой стороны опереться на то, что есть, гармонизировать и развивать. А вторая инициатива от Headhunter. Вот, я думаю, вот вам, когда вы говорите о качестве, вам она очень понравится. Значит, Headhunter говорит, все равно все кандидаты на работу, они все у меня в базе. Логично? Логично. Почти. Почти. Да, почти. Ну, вот, монополист. Почти монополист. И давайте я сразу их и проверять буду. И квалификации. Пусть это не сертификация, а подтверждение IT-компетенции. Вот так. Мы говорим, а как? А мы тесты на сайте, повесим тесты на Headhunter, вообще по всем отраслям, специальностям. И человек зашел, там галочки расставил, и ему присваивается, подтверждается, значит, какой-то уровень, какие-то IT-компетенции. И нам, конечно, это показалось немножко, ну, вот, ну, не знаю, там для, там умеешь пользоваться офисным пакетом, ну, хорошо, это можно проверить. А чуть глубже-то как? Они, видимо, осознав это, пошли в цифровую экономику, цифровая экономика спустила в отрасли, говорит, давайте, индустрия, помогайте, подтягивайтесь в экспертные советы и помогайте придумывать вот эти тесты, которые на Headhunter кандидат на работу, значит, быстренько галочки расставит, ему дадут какое-то соответствие, корочки, и все, и решится проблема. То есть, есть крайности, одна крайность, да, когда вот профстандарты, все долго согласовывается, Минтруд, Нарк, Национальное агентство развития квалификации, потом в ГОС идет, это учебные программы, а там мы еще, как СПК, можем профессиональную общественную аккредитацию вузов, насколько они учат тому, чего нужно, такое все вот красивое, мощное, но очень неповоротливая конструкция. И есть вот такое предложение, как Headhunter, быстро, просто, по-современному, и чего там вот, НКЦК, и там воронки какие-то, еще что-то. Вот все, готовы специалисты. И вот у меня с презентацией все, я просто еще несколько слов скажу, что важно, к чему мы призываем IT-компании, и там, и B-компании, отрасль в целом. Вот просто идите, в индустрию, в систему образования, кроме вас, ее никто, ей никто не поможет, не спасет. И после, вот после начала СВО была паника, импортозамещение, значит надо, а все вузы привыкли, Microsoft, Oracle, SAP и так далее. И нужно срочно переучивать кадры на наши продукты. Сначала была паника, где возьмем продукты. Ну, хорошо, и вендоры наши, российские, вот вам продукты, тоже сначала жадничали за деньги там туда вузы, потом уже стали за символическую оплату, большинство. Вот если кто-то жадничает, говорите, мы на них повлияем. Но вузы, СУЗы сказали, это-то хорошо, но вот те мировые вендоры, у них не только сам продукт, но и все средства для обучения, для проверки знаний, вся методика, программно-аппаратное средство, где, как, вот это все. А когда у нас началось импортозамещение, вендорам не до этого, они сейчас нанимают персонал, им вот это разрабатывать, вот эти все методические материалы, некогда, не до того, они сейчас залезают в кредиты, чтобы брать еще больше персонала, оборудования и так далее, чтобы удовлетворить спрос на импортозамещение. Им немножко не до этого. Мы им стучимся, давайте вместе до наших вендоров стучаться, чтобы они не забывали про систему образования. Если сами ей не поможем, никто не поможет. Ну, вот я могу еще там примеров кучи приводить, просто монополизировать время не хочу, лучше еще потом на какие-то вопросы отвечу. Да, спасибо большое. Действительно, с вендорами такая ситуация. То, что многие делали там десятилетия на Западе, мы почему-то хотим, чтобы это уложилось буквально вот в два момента. Вот. Но я на правах модератора, я знаю, есть у нас в зале еще, желающие высказаться на эту тематику. Да, я попрошу микрофон дать. Здравствуйте. Коваленко Андрей Петрович. В какой-то степени я несу ответственность за все то, о чем вы здесь говорили. В течение 12 лет я возглавлял учебно-методическое объединение вузов в области информационной безопасности. Ну, это было с 2000-м по 2010-2012 год. Вот. Поэтому готов два слова сказать всего. Первое. Мы с вами живем в эпоху перманентной реформы высшего образования. Она началась в начале 90-х. Вот, считайте, уже 30 лет мы с вами занимаемся тем, что реформируем что-то. В таких условиях это что-то никогда хорошим не будет. Просто никогда. По определению. Второе. Все вспоминают классических советских специалистов, выпускников наших ведущих технических вузов, а я буду говорить о техническом образовании. И говорили, они талантливые, они успешные, они легко справлялись со всеми задачами, которые были поставлены. Вопрос, почему? Потому что у них было классическое, университетское или инженерное образование. Вот это вот основа их успеха. Теперь давайте посчитаем. Пятилетнее образование это 5000 часов. Каждый курс это 1000 часов. 500 часов выбрасываем на диплом, преддипломную практику. 1000 часов отдаем на общественные, гуманитарные, физические и другие дисциплины. Осталось 3500 часов. Чтобы дать фундаментальное образование в области, например, математики, нужно по университетски основательно преподать математический анализ не меньше трех семестров. Это 200 часов. По 72 часа каждый семестр. На самом деле, Университетское образование, правильно, это 300 часов математического анализа. Дальше идет алгебра, без которой ни одно ваше, так сказать, приложение работать не сможет. Это еще как минимум 200 часов в зависимости от профиля, то ли больше, то ли меньше. Дальше идет теория вероятности и математическая статистика. Еще 200 часов. Дальше идет основа программирования вычислительной техники. Еще 200 часов. Ну и давайте, я не буду сейчас дальше перечислять. На этом практически все заканчивается. Под ваши профильные, заточенные на конкретные продукты, предметы остается часов 300. И они идут в разряде спецкурсы по выбору или просто спецкурсы. Коллеги, никогда вы не получите фундаментального специалиста, который будет заточен, как пирожки, знаете, в кулинарии. Вы приходите и выбираете. Вот это мне с мясом жарено, вот это. Такого не будет никогда в системе высшего образования, по крайней мере, в ближайшее время, потому что преподаватели умирают. Вымирает преподавательский корпус в вузах. Посмотрите средний возраст. А молодых нет. Зарплаты ничтожные и, собственно, в лучшем случае, если вот вы сами придете и за три копейки будете учить себе специалистов в поисках, кого бы мне из них взять. Коллеги так и делают. Ну вот коллеги так и делают, ну слава богу. Ну в МИРА-то у нас мы тоже точно то же самое делаем. В МИРА вообще приходящее. А попробуйте написать все эти безумные учебно-методические комплексы, которые нужны в каждом вузе. Вот для чего, кстати, нужен ЧАДЖПТ и искусственный интеллект, чтобы штамповать их хоть каждый день. Отличная идея, кстати, я продаю ее вам. Бесплатно я всем даю. Вот эту вот фигню под названием учебно-методические комплексы можно печатать так, потому что преподаватель, который преподает, он их не читает, он их пишет. А читает он, вузе он рассказывает то, что знает, и ничего больше, он просто ничего не успевает, потому что у него 800 часов нагрузки. А если кто-нибудь из вас читал по 4-6 часов в день, я на вас посмотрю потом, как вы будете потом творить и создавать что-то новое. Я вот к чему. На мой взгляд, принципиальным является перспектива, когда мы все-таки вернемся к фундаментальному, классическому университетскому образованию, а все, что нам нужно, мы будем докручивать в режиме доп. образования после того, как специалист назначен на должность или, по крайней мере, определены его функциональные обязанности в соответствии с этими профессиональными стандартами. Вот тогда вузы или другие организации должны построить систему доп. образования в целях адаптации готового и способного адаптироваться специалиста к конкретным задачам. Спасибо. Спасибо большое. Собственно, мы к этой теме и пришли, что есть базовое вузовское образование, на которое сверху должны быть уже уложены дополнительные знания, и коллеги практически про это говорим. Мы с вами тихо движемся к завершению. Я, наверное, в конце попрошу каждого вот так вот буквально в нескольких словах высказать, что считаете необходимым сделать в ближайшее время с точки зрения образования для того, чтобы вот те проблемы, которые мы сегодня проговорили, были решены. Начнем. Да, спасибо. Ну вот, согласен, Старик Петрович, это, конечно, классическое образование, но базовое, я уже про него говорил, но это долго, а специалисты нужны сейчас. И вот я просто хочу статистику привести, к чему можно прийти. Я провел за последние полгода десятки собеседований, приходят люди с классическим образованием, с МИРА в том числе, даже с таких очень хороших вузов, типа Бауманки. И вот 50 собеседований с таких вот серьезных классических вузов, два специалиста и вот ПТ-хаб, да, у вас, по-моему, курсы прошли. Два специалиста пришло от технологий, как ПТ-старт, да, от вендора курса, который заточен прямо на отрасль. Два специалиста оттуда пришло, двоих я взял. Вот такая коммерсия. Вот, и я к чему, да, что возможно на базе самых крупных вендоров по информационной безопасности нужно создать какую-то самореволюруемую организацию, которая будет выдавать такие сертификаты. Пусть они даже денег стоят. Почему? ОСЦП стоит 2000 долларов. Вполне себе. И опять же, да, я вот как работодатель, я готов взять специалиста с ОСЦП, у которого не будет высшего образования. Тоже вопрос. Спасибо. Спасибо. Лев. У меня запрос, наверное, во вселенную. Прошу выкинуть баллонскую систему на задворки истории. Во-первых, вот эта вся история с ЕГЭ а-ля викторина Шарада, потому что она не дает никаких знаний, а просто затормаживает понимание студентов, школьников. И второе, верните, пожалуйста, советскую систему образования, чтобы у нас выходили студенты, которые умеют прежде всего думать. Бог с ним, чтобы они были готовыми специалистами на выходе, но главное, чтобы они умели размышлять. Спасибо. Да, это очень важно. Спасибо. Иван. Полностью согласен с предыдущими ораторами. Значит, кроме того, что нам нужны в моменте специалистов, мы продолжаем, да, некоторым образом нашу дискуссию с инфофорумом, да, еще. Я как человек, который, по сути, наголым энтузиазмом, там 20 лет уже в инфобизе, да, как бы, как регулятор, да, вот, значит, нужны люди, во-первых, конечно, нужно право первой ночи государства, да, значит, на вот этих самых специалистов с классическим вузовским образованием, да, значит, это больной вопрос, я его не могу, да, не озвучить. И второе, конечно, на самом деле для нас важно, чтобы к нам приходили люди с широким кругозором, которые могли, в принципе, на уровне, на определенном, достаточно сложном уровне абстракции осознавать проблемы, потому что, если честно, проблемы инфобиза, это достаточно сложные проблемы, которые действительно надо немножечко, как у нас руководство говорит, там за горизонт заглядывать, что будет дальше, анализировать тенденции и так далее. И вот это, когда приходит человек со средним, там, каким-то, но с корочкой, да, с определенным, он умеет с продуктом обращаться, вот эти люди, они, ну, может быть, есть какие-то, конечно, там алмазы неограненные, но мне кажется, это не та самая история, которая нужна нам, опять же, как регуляторам, да, вот мне именно такие люди нужны. Понятно, спасибо большое. Дальше переходим. У меня есть несколько пожеланий, коллеги. Первое. Нашли новичка, нового, адекватного студента, способного развиваться, учиться, заботитесь о нем, хольте, лелеете, повышайте ему зарплату, придумывайте ему мотивацию, развитие, давайте ему более сложные инженерные задачи, чтобы он оставался у вас, берегите его. Это гораздо лучше, чем новые новички, с улицы, с рынка, вот с гонором, много гонора, бывает иногда мало образования, давайте так скажем. Второе. отличная прозвучала идея про постдипломное образование. У нас есть запрос, чтобы новый сотрудник, новичок в области ИБ обладал пониманием специфики. Это может быть медицина, телеком, может быть что-то связанное с персональными данными, может быть с государственными вопросами, почему нет, может быть с транспортом, с теком. Постдипломное образование это могут быть те самые сотни часов, которые позволят это обрести, наложить сверху на классическое образование. И дальше возникает вопрос, как это сделать? Нужны, наверное, системообразующие центры по отраслям, потому что даже когда у нас возникает какая-то наработка, какое-то желание с кем-то поделиться, то мы, как в том известном мультфильме, за этими вузами еще полдня бегаем, чтобы фотокарточку отдать. Говорит, ребята, мы тут придумали, а вот этому попробуйте научить. Теперь я хотя бы слышу, к кому с этим можно обратиться. Но хотелось бы, чтобы эти центры были в каждой области. Спасибо. Спасибо большое. Да, прошу прощения, но у нас, кстати, проблема-то наша самая системная, что у нас, по сути, отраслей-то нету на самом деле. Да ладно. Да ладно. Ну нет. У нас на самом деле даже в законе о Киее определены вот эти вот отрасли, и все с ними хорошо. Ну, не совсем так. Вы, кстати, как это, живой свидетель, вообще-то говоря, как мы писали этот закон. Вы в самых высоких кабинетах с вами встречались, когда его писали. И в этих кабинетах спрашивали, а почему у вас водоснабжение и водоотведение есть? Оно к какой отрасли относится? Давайте выкидывайте отсюда. И сказать нечего, потому что закона нету, да, водоснабжение, водоотведение выкинули. Понимаете, да? Ну и так далее. Ну, я с тех пор четко запомнил, что отраслей у нас нету. Они были в Советском Союзе, сейчас у нас нет отраслей, но Норникель, к какой отрасли относится, ну, все скажут. Ну, я вот сейчас не хочу, честно говоря, впадать в эту дискуссию. Там есть что сказать, но, по сути, даже в текущем законодательстве есть на что опираться, чтобы формировать те самые отраслевые центры компетенции. И, наверное, действительно, это одно из направлений, которое имеет смысл поднимать в разговоре, в том числе с отраслевыми министерствами. Николай. Ну, вот у нас, наверное, IT, IT-шники самые-таки креативные и активные. И мы не ждем, когда государство что-то придумает, а обычно мы сами придумываем, обсуждаем на таких конференциях и потом убеждаем государство принять это. Вот смотрите, как одним выстрелом убили двух зайцев. Первое, существенно повысить количество, ну, то есть число бюджетных компетенций по IT-специальностям в целом в стране падает, наше всегда растет. Это в этом смысле мы хорошие лоббисты. Но все равно это растет постепенно. А нам существенно, там в два раза надо увеличить количество IT-специалистов. Что придумали? Из советского опыта там же были военные кафедры. Помните, мы говорим, что взять за аналог и сделать, назвать цифровые кафедры. И вот мы каждый год в мае проводим конференцию преподавания IT в России. И вот на одной из конференций было придумано, два года обкатывали с государством и это реализовали. И сейчас вот к 25-му году, а, надо в двух словах, что это? Это когда человек, вот к вопросу второго-то зайца, это человек учится, вот цифровые кафедры это для не IT-специальностей. Вот учится он на агронома, учится он на химика. Параллельно с основной вузовской программой за государственные деньги он может, ну, в режиме ДПО параллельно еще освоить еще одну цифровую профессию. И на выходе получаются, ну, там, двойные корочки. При этом как раз это специалист, он, может быть, пойти чуть меньше получает, потому что основное время он на свою агрономию. Вот. Но он получается тот самый отраслевой специалист, потому что он там не просто IT учит, а IT, приближенное к проблемам агронома, да, сельского хозяйства, или там химии, или чего-то еще. И к 25-му году таких специалистов, это не все вузы, только там, по-моему, около сотни участвуют в этом эксперименте. Меньше. Меньше. К 25-му году таких специалистов, вот, с двойной корочки, должно около 400 тысяч выпуститься. Это мы решили две проблемы, ну, может, не так качественно, но решили две проблемы количества специалистов и отраслевую заточку. Да, вот то, что мы говорили отраслевой специалистов. Хорошая идея? Хорошая. Берите, вот, если ИБшники будут такими же активными, как айтишники, придумывать, доводить идею до конца, идти в государство и трясти его, и добиваться, тогда можно что-то сдвинуть. И там других идей, вот, пожалуйста, там, вот мы говорим, классическое образование, там, пять лет, вот сейчас я говорил об эксперименте, там до шести лет, да, мы отходим от Болонской, там можно шесть лет учиться, и, а студент идет работать со второго-третьего курса. И ему в работе нужны уже прикладные знания. Мы договорились с Минобром, тоже сначала придумали на конференции, договорились о том, что можно программу развернуть задом наперед. условно, философию на старших курсах, а вот прикладные навыки, которые непосредственно нужны у работодателя, прямо на первых курсах. Это не обязаловка, это добровольная, это возможность, приказами Минобранауки, возможно для вузов перестроить вот эту систему. И вот таких примеров, когда отрасль что-то придумывает, а потом убеждает государство, и пожалуйста, давайте все, вот я, как всегда, к бизнесу больше, давайте вот как разогнемся от своего наковальни, где вот все куют и работают, а немножко пошире посмотрим. К сожалению, вот у нас главными лоббистами в стране по образованию, подготовке кадров, это были Microsoft, IBM, они там, но здесь у нас, они все время уговаривали государство. Ну из наших тоже там, это там 1С, в какой-то сфере Ланит, в какой-то лаборатории Касперских и так далее. Но сейчас-то много, много уже наших вендоров, но они пока еще не осознали себя ответственными за то, что это вот не отдельное государство, и к нему надо бегать не только за деньгами, грантами, чем-то еще, а за то, что выстроить систему, вот ты ответственен не только вот за то, что куда-то там продаешь свои программы или железки, а и за всю систему там подготовки кадров, вот полностью, за экономику. Ну вот такой призыв. Спасибо большое, это действительно очень ценно. Действительно у нас количество частных программ от разных вендоров, довольно большое количество, и, наверное, настало время, когда имеет смысл уже подумать централизованно, как вот этот опыт превратить в что-то, что работает на всю страну. Кстати, по цифровой кафедре действительно опыт очень интересен, Баунг в этом участвует, и в рамках цифрового университета есть отдельный курс по информационной безопасности, кстати, пользуется большим успехом. Дмитрий. Ну, я убеждаюсь, что коллективный разум все-таки великая сила, потому что обратите внимание, что мы на самом деле сегодня все вместе сформировали контуры той системы, в которой может устроить всех. ВУЗы понимают, что они должны сосредоточиться на таком, что называется, классическом образовании, когда он понимает и может решать достаточно широкий круг вопросов и готов к этому решению, но он понимает также то, что как специалист он должен быть доведен в двух аспектах. Первое. Должны быть места, куда мы можем прийти и погрузить в отраслевую специфику, это если нет понимания и не дано это понимание уже в базовом ВУЗе. И второе, это как раз вот то, о чем говорили, это знание конкретных продуктов, потому что все конкретные продукты мы никогда в ВУЗовскую программу погрузить не сможем. И здесь уже появляется возможность для вендорских центров, для центров образования, которые, ну, в виде академии IT и других. И вот в этой системе мы, думаю, сможем и вместе жить и эффективно решать все задачи. Спасибо большое. Коллеги, ну, мы практически уложились во время, у нас перебор только три минуты, поэтому на правах ведущего я кратко подведу итоги. По сути, мы с вами договорились о том, что ВУЗовское образование дает базу, мы договорились о том, что нам вместе надо подумать о тех новациях. И в этом случае идем вслед за IT и пытаемся какие-то решения придумать. Мы все-таки все согласны с тем, что качество, точнее, компетенцию нам надо мерить и для этого какие-то варианты тоже придумывать. Ну, и в целом, я думаю, это в ближайшее время решит кадровую проблему. И я надеюсь, мы на следующей нашей встрече будем говорить уже о кадрах, как о новой, качественной истории с точки зрения информационной безопасности. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ